МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Енисей телепроект «Наше здоровье». Каждую неделю мы рассказываем о медицинских новинках и технологиях, которые доступны всем жителям нашего края. О проблемах, которые волнуют каждого, кто следит за своим здоровьем и красотой. Сегодня выпуски. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Музыка в наушниках. Чем опасно такое увлечение? Лицевые дефекты у детей. Где устраняют эти патологии? Что делать, если периодически повышается давление? И как бороться с лишним весом? Эти и другие вопросы в рубрике «Спроси врача». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Модное увлечение слушать музыку через наушники в скором будущем может обернуться тотальной глухотой, прогнозируют врачи. Если раньше проблемы со слухом были у тех, кому за 70, то сейчас тугоухость можно встретить и у пациентов в возрасте от 30 до 40 лет. В чем заключается вред наушников, выясним прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слушать музыку Полина любит с детства. В наушниках порой проводит целый день. С плеером дома, на улице, в спортзале и даже на роликах. Но в последнее время, рассказывает девушка, неожиданно появились проблемы со слухом. Года два назад начала замечать, что слух начал падать. Не уверена, что это из-за наушников, но все может быть. Наука, изучающая слух, психоакустика – один из сложнейших видов медицинской физики, говорят врачи. Дело в том, что акустическая волна в человеческих ушах преобразуется в наборы нервных импульсов. То есть происходит разделение волны на отдельные элементы. И чем выше громкость, тем выше давление и повреждение органов слуха. Они изнашиваются точно так же, как суставы. Именно поэтому слушать громкую музыку, особенно в капельных наушниках, опасно. Дело в том, что они слишком близко находятся к барабанной перепонке и создают давление, которому ухо человека просто не успевает адаптироваться. Нельзя слушать долго музыку спортсменам, потому что кровь отливает от головы, она в конечности, и усиливается звуковая волна, вот это побочное действие резко усиливается. В транспорте там вибрации и плюс громкий звук. То же самое, как бы двойной эффект получается. Слушать музыку в наушниках-вкладышах можно не более чем 30-40 минут в день с максимальной громкостью 60%. Самыми безопасными считаются обычные мониторные наушники. Они равномерно распределяют звуковую волну. Главное, чтобы громкость звука не превышала 80 дБ. Это уровень шума в метро. Реальная опасность возникает со 110 дБ. Это как работающий двигатель самолета. Кстати, уровень шума в некоторых наушниках даже превышает этот предел. Так что при регулярном прослушивании громкой музыки вы рискуете навсегда потерять слух. В Красноярск приехали ведущие хирурги со всей России, чтобы изменить жизнь детей с расщелинами губы, нёба и другими дефектами лица. Такие операции высочайшего уровня проводят совершенно бесплатно в рамках боготворительной акции «Операция улыбка». Подробности прямо сейчас. Еще до появления этого малыша на свет врачи знали, что у ребенка будет врожденная патология – сквозная двухсторонняя расщелина губы и верхнего нёба. Но такой диагноз не испугал молодую маму. Она знала, что исправить этот дефект могут хирурги Красноярской детской клинической больницы номер 5. В 5 месяцев мы приехали сюда. Нам сказали, что проходит вот такая вот акция «Улыбка». Давайте, он говорит, вас туда запишем. Ну все, хорошо, замечательно, как бы специалисты, не специалисты, как бы намного спокойнее, намного лучше будет. «Операция улыбка» – так называется благотворительная акция, где ведущие хирурги из разных стран мира ездят по городам, чтобы помочь детям с врожденными деформациями лица. Врач Дмитрий Греченюк приехал в Красноярск из Белоруссии. Он рассказывает, что эта проблема актуальна во всем мире. Практически в каждом городе на 800 рожденных детей приходится один такой ребенок. Не каждый хирург сможет оперировать данную патологию, а именно специалисты, которые владеют данными методиками по реконструктивной пластической хирургии лица. Это тяжелая, крайняя операция, поэтому могут занимать от 2 часов и 5 часов, в зависимости, какой этап преследуем для реабилитации конкретного ребенка. Уникальность этой акции в том, что она позволяет оказать высококвалифицированную помощь всем детям абсолютно бесплатно силами докторов, волонтеров, которые в свое свободное время приезжают, детей оперируют совместно с нами. Такие акции помогают врачам совершенствовать методики оперирования врожденных деформацией лица. Теперь их делают в максимально раннем возрасте, при этом следов операции практически не видно. А кроме того, маленьких пациентов и их родителей теперь сопровождает профессиональный психолог. Ольга Михайлова сама пережила 20 челюстно-лицевых операций. Она родилась с расщельной губы и верхнего неба. Эта патология и повлияла на выбор ее профессии. Доктор вспоминает, как долго занималась у логопеда, чтобы научиться выговаривать слова. Нелегко было и в школе. Сверстники дразнили из-за врожденного дефекта. Для меня это до сих пор удивительно, что ребенок заходит в операционную, у него, допустим, если делаю губой нос, это одно лицо. И буквально за час-полтора он выходит, и вот за эти час-полтора у него изменилась вся жизнь. То есть мы меняем всю жизнь ребенка на полтора часа. Акция операции «Улыбка» продлится в Красноярске 7 дней. За это время ведущие хирурги смогут прооперировать более 40 детей. Среди них жители Эвенкии, Тувы, Хакасии и других республик. Довольно очень, если честно, результаты. Операция длится часа два. Ну и как бы все сделали очень даже хорошо. С 27 августа по 1 сентября такие операции будут проводить в Улан-Удэ. А в сентябре врачи поедут в Уфу, чтобы там изменить жизнь детей с врожденными деформациями лица. В продолжении темы сейчас у нас в гостях Андрей Астанин. Челюстно-лицевой хирург, высшей квалификации, кандидат медицинских наук. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Вы приехали к нам из города Владимир. Скажите, как много там пациентов с врожденными челюстно-лицевыми дефектами? Ну и вообще по России, насколько острая эта проблема? Здравствуйте, Катя. Во Владимире у нас приблизительно один новорожденный из 700, у которого есть врожденная расщелина лица, расщелина губы или нёба. В целом по России приблизительно от 1 на 700 до 1 на 1000 новорожденных страдают подобным пороком. А с чем связан такой дефект? Появление врожденной расщелина лица в 30% случаев связано с наследственной патологией, то есть в семье есть ген, который из поколения к поколению приводит к формированию такого признака. То есть у бабушки расщелина губы, у мамы расщелина губы, у дочки тоже будет расщелина губы. Семьи это знают и, как правило, они готовы к появлению такого ребёнка. 70% появления порока связано с какой-то ошибкой во время 4, 8, 12 недели внутриутробного развития, когда идёт формирование плода. Либо мама заболела, либо влияние какого-то внешнего агрессивного фактора приводит к тому, что ребёночек и рождается, у него расщелина губы. Расскажите об акции «Операция «Улыбка». Как давно она появилась и в чём её уникальность?» 35 лет назад в Соединённых Штатах доктор Билл Маги и его супруга Кетти организовали благотворительную акцию «Операция «Смайл»» после их визита на Филиппины, где они увидели огромное количество неоперированных пациентов с рождённой расщелиной губы и нёбы. Началось формирование огромной международной команды, направленной на лечение подобных дефектов. В России «Операция «Смайл»» пришла в 1995 году, и с этих пор у нас работает российское представительство, которое называется «Операция «Улыбка». Смысл нашей работы в том, что мы позволяем врачу приехать буквально на дом к пациенту, то есть в тех регионах, где сложности с получением подобной высококвалифицированной помощи, родителям с детьми нет резона ехать в федеральные центры. Мы можем это сделать здесь, на хорошем уровне, с хорошим результатом, со всей нашей ответственностью. Когда проходит подобная акция, врачи обмениваются опытом. Изменились как-то подходы в лечении, в оперировании таких патологий? Конечно. Это очень важный вопрос, потому что ни один метод не даёт стопроцентного результата. И возможность общения с коллегами с разных мест мира и России позволяет развиваться каждому специалисту. То есть всегда есть возможность посмотреть что-то новое, какой-то интересный приём, который ты будешь использовать или, наоборот, переоцениваешься и не будешь никогда употреблять. И для меня, с моим опытом, ну скажем, почти 40 акций, каждый раз я что-то новое для себя привожу. Общение позволяет улучшать помощь детям, получать более хорошие результаты. А в каких городах ещё планируется проводить такие акции? Да. В России у нас, как правило, 5-6 мест, где мы ежегодно проводим акции. Это Ростов-на-Дону, Красноярск, Улан-Удэ, Уфа, Иркутск. Вся информация о планируемых акциях есть на нашем сайте «Операция Улыбка». Это всё очень доступно, всё легко найти. Спасибо большое. Спасибо вам. Далее рубрика «Спроси врача», где мы даём ответы на интересующие темы. Напоминаю, вы можете позвонить к нам в редакцию или отправить свой вопрос на электронный адрес, который сейчас на экране. Мы с помощью врачей подготовим ответ в нашей программе. В последнее время поднимается давление 140 на 85. Что делать? Пациентам, обратившимся в жалобе на периодические подъёмы артериального давления, мы рекомендуем регулярно проводить измерения артериального давления и пульса утром и вечером, а также записывать полученные результаты, вести так называемый дневник артериального давления. Если цифры артериального давления будут выше, чем 140 на 90 мм ртутного столба, необходимо обратиться к терапевту по месту жительства. На приёме обязательно показать дневник артериального давления, который вы ввели. Это позволит доктору подобрать вам адекватную терапию. Постоянно прибавляю вес. Как с этим бороться? В случае, если у пациента начал прибавляться вес, ему необходимо обратиться на консультацию к врачу-эндокринологу. Врач-эндокринолог позначит необходимое обследование. В случае, если эндокринологической патологии выявлено не будет, то пациенту будут даны рекомендации по увеличению физической нагрузки и нормализацию пищевого поведения. Слышал, что в 14-й поликлинике есть Центр здоровья. Как пройти там обследование и получить консультацию врача? В Центр здоровья нашей поликлиники может обратиться любой житель города Красноярска и Красноярского края. И бесплатно пройти обследование комплексное, которое включает оценку базовых показателей здоровья и основных факторов риска хронических инфекционных заболеваний. По результатам обследования врачи Центра здоровья составляют индивидуальный план по оздоровлению и коррекции факторов риска заболеваний. Также все желающие могут пройти обучение в школах здоровья. Это прекрасный способ узнать больше о здоровом образе жизни, распрощаться с вредными привычками и укрепить свое здоровье. Мы предлагаем школы здоровья по отказу от курения, школы здорового питания, артериальной гипертонии, школы психологического здоровья. Для посещения Центра здоровья необходимо предоставить паспорт и страховой медицинский полис. Приглашаем всех желающих к нам. На этом у меня все. Напоминаю, телефон нашей редакции 233-04-03. С вами была Екатерина Самохвалова. Желаю крепкого сибирского здоровья. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!